Приветствую, я Василий Голованов. Сегодня 1 августа 2023 года, 524 день полномасштабного вторжения России в Украину в Большой Кровавой войне. Мой собеседник, как вы видите, Сергей Жирнов, специалист по международным отношениям и спецслужбам. Сергей Олегович, рад вас приветствовать. Привет, Василий, привет всем нашим заителям. Традиционно на початку я подякую силам обороны Украины за то, что у меня, находясь в Киеве, есть возможность записывать это интервью. Начну я с вашего позволения, с информации о том, что в Москву второй день подряд летят беспилотники и долетают до той же самой башни. Значит, один из дронов попал в здание башни Москва-Сити. В результате поврежден фасад башни на уровне 21 этажа. Я понимаю, что Путин там не сидит в этой башне, но понятное дело, что это более моральный такой урон, что ли, пощечина Путину. Первый раз был на день флота России, когда ему сообщили, тихонечко Песков сообщил ему, а значит, но в новостях в утренних об этом ни слова не сказали, показывали там парад и все остальное прочее. Как думаете, насколько это для Путина такая моральная пощечина, насколько серьезна она для него? Ну, я думаю, что на самом деле она для него не серьезна, потому что он человек очень прагматичный, как бы это ни было. В смысле прагматики в отношении самого себя. То есть, грубо говоря, пока вот этот беспилотник не прилетел ему конкретно на голову, ему это, в общем, кофе, если по-народному сказать. Да, потому что, посмотрите, он сбежал из Москвы тогда, когда на него конкретно на Москву пошли танки. Вот когда Пригожин со своими вагнеровцами пошел на Москву с танками, Путин испугался и сбежал. И когда вот ему что-то угрожает конкретно, он, кстати, тут же немедленно договорился с Пригожиным. И это меня тогда очень удивило, между прочим, меня удивило тогда две вещи. Потому что, во-первых, утром он очень быстро принял резкие решения, которые он не принимает практически никогда. То есть он объявил сразу, что это путь, что они все предатели, что их надо расстреливать, арестовывать, и все они понесут наказание, и вообще вся страна будет с ними бороться. А буквально через восемь часов он пошел на попятную. А Путин на попятную практически никогда не идет. То есть очень редко, когда Путин признает какую-то ошибку. Ну, здесь не он сам признал эту ошибку, но от его имени Песков сказал, что вот Путин передумал, что теперь все хорошо, все разрулили, значит, всех простят, никого не накажут. Вот, ну, вернее, тогда они говорили, что рядовых не накажут, а зачинщики понесут наказание. Ну, как выяснилось, не только никого не наказали, а Путин даже встретился с Пригожиным, с зачинщиками в Кремле. То есть, вот понимаете, вот он понимает очень конкретную угрозу своей конкретной жизни. И поэтому все эти дроны, они больше не на Путина, а они больше, наверное, на общественное мнение российское какое-то. Или, может быть, на какое-то окружение Путина. Но это окружение Путина вообще не способно тоже адекватно воспринимать месседжи, которые посылаются этими дронами. Ведь, посмотрите, эти дроны, это не оружие серьезное, да, это вот не ракета Ха-101, в которой, я не знаю, тысячи килограммов тротила, и которая, если она взорвется, то взрывается все здание там, или там полздания взрывается, или подъезд обрушается и так далее. Это небольшие дроны с зарядными, там, я не знаю, по 50 килограмм, по 100 килограмм. Вот. Они доказывают только одну вещь. Они доказывают, что Москва абсолютно не защищена от любой воздушной угрозы. То есть, грубо говоря, у Украины нет, допустим, крылатых ракет, у Украины нет баллистических ракет. Но если Москва не может защититься от дронов, то, значит, американские крылатые ракеты и американские стратегические ракеты эту Москву могут разбомбить за пять секунд. Потому что их просто нечем сбивать, по-моему, в Москве. Если дроны еще как-то сбиваются, то вот на самом деле и месседж, на самом деле, вот этот месседж. Но Путин его не понимает, и окружение Путина тоже не понимает. Потому что главный месседж, он даже вот не по этому центру. Это уже, так сказать, это, знаете, вот как у нас там были вакцинации первые, а потом нужно было там через год, через шесть месяцев повторную вакцинацию, значит, так сказать, напоминало, напоминало такое возобновление. Вот главный месседж был 3 мая 2023 года, когда два дрона упали по куполу сенатской палаты в Кремле. Вот это был главный месседж. То есть ему ударили Путину по ему главному месту, где находится его рабочий кабинет и его официальное рабочее место. И вот этот флаг российский, который демонстрируется на всех видосах, когда идет речь о каком-то важном решении, которое принимается в Москве. И вот этот месседж, я думаю, что даже этот месседж он не понял. Потому что он на него ответил через 24 часа кинжалом по Киеву. И этот кинжал сбили. Но Путину доложили, что кинжал долетел до своей цели. Дальше он отправил шесть кинжалов по Киеву. Их патриотам американским тоже избили. Все. Но Путину доложили, что все шесть кинжалов поразили все цели. Все шесть патриотов, которых у нас два. Нет, ну там все шесть кинжалов. А потом он сказал... Я понимаю, что все шесть кинжалов уничтожили, все шесть патриотов. Да, но на самом деле... Да, да, да. Которых два. Но это отдельный разговор. Сколько там они рассказывают, сколько уничтожено. И сколько на самом деле... Потому что если сложить все... Люди, которые даже занимались этой математикой, они взяли... Все, что Коношенков рассказал в своих докладах, если это все сложить, то там, получается, 25 Украин уже уничтожили Российской Федерации. Непонятно, почему она отступает тогда, если она уничтожила 25 Украин. Но это отдельный разговор. Все было бы это смешно, Василий, если бы у вас не гибли люди. Если бы эти уроды не принимали решение. Потому что просто мы над ним тогда бы смеялись. Потому что они уроды абсолютно, они идиоты. По жизни идиоты. Они даже не в государственном деле, они по жизни идиоты. Но смеяться нам, к сожалению, нельзя. Потому что вот тот самый Медведев. Абсолютный урод. Абсолютный человек. Ну, невооруженным глазом видно, что явно из-за поя он выходит. Потому что то, что он пишет, это ни один приличный человек никогда, который сам себя уважает, никогда такие вещи не напишет. Потому что он знает, что если он напишет эту вещь, с ним просто перестанут общаться как с приличным человеком. Как с уважаемым политиком, как с серьезным политиком. Но у нас есть Медведи, в смысле в Российской Федерации. Есть Патрушев, которые пишут такие же статьи. Которые пишут статьи про боевых комаров. Которые пишут статьи про марсиан каких-то. То есть, ну, все. И у них, они живут в своем мире. И вот в своем мире они друг к другу, друг к дружку подбатривают. И они говорят, ну, это фигня, все. И вот, значит, кинжалы у нас работают. И Путин убежден. Вот почему, кстати, это очень опасная вещь, что он не понимает, что его кинжалы не работают. И почему это опасно, что ему докладывают не то, что их сбивает Патрио там, а то, что они достигают своей цели. Потому что он убежден, что на крайний случай у него есть ядерное оружие со средствами доставки, которые способны преодолеть любую противоракетную оборону. То есть, он считает, что он все равно самый сильный человек в мире. Да, вот сейчас он не может их использовать, но если вдруг что, то берегитесь. А ему же не объясняют, что... И даже в этом случае, если вот он захочет нажать на красную кнопку, не долетит ничего. Во-первых, не взлетит. Во-вторых, не взорвется. Во-вторых, в-третьих, не долетит. Но он убежден, что все это у него есть. Про Пригожина вы вспомнили. Про Вагнера я спрошу вас чуть позже. Я напомню лишь эпизод там, где он не в ссылке в Белоруссии и не в Африке, а с африканцами, но в Питере. Фотографируются в гостинице. Это все во время проведения саммита «Африка-Россия». Но интересный факт, что в Нигере военные отстранили от власти демократически избранного президента страны Мохаммеда Базума. Незадолго до этого он отклонил приглашение ехать на этот самый саммит. То есть отказался ехать, и тут вдруг случилась у него такая неприятность. На улице Ниаме в Нигере вышли сторонники военной хунты, совершившие переворот. Они размахивали российскими флагами, выкрикивали имя Владимира Путина и оскорбляли Францию. Издание «Нью-Йорк Таймс» считает, что переворот в стране может быть зоной интереса в России, поскольку в соседних африканских странах, таких как Мали, Центральноафриканская республика Буркина-Фасо и других, отмечается официальное и неофициальное присутствие ЧВК «Вагнер» и других вооруженных группировок, которые охраняют власти этих стран в обмен на доступ к добыче местных природных ресурсов. Как вы видите в эту историю? То есть это показательное такое наказание с точки зрения «не хочешь ехать в Питер на форум, не хочешь дружить с Россией, мы будем таких отстранять от власти?» Да, абсолютно. Эта история именно такая. И это абсолютно в стиле Путина. Это вот та же самая история, когда Медведев остался в России в 2008 году, Путин поехал на открытие Олимпиады в Пекин, и 8 августа 2008 года Россия напала на Грузию, тогда, когда весь мир сидел на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Это вот абсолютно такой рассчитанный ход был для того, чтобы все, значит, во-первых, никто не мог отреагировать, потому что все сидели несколько часов вместе, все смотрели на свои смартфоны, им везде, значит, там красные циферки и красные буковки появлялись, что война началась в Грузии, но все сидели и смотрели на Медведева, а Медведев, значит, я просто тогда не помню, нет, Путин там сидел, тогда сидел там Путин, а Медведев остался, и Медведев как бы вел войну. А Путин говорил, ну а я что, я премьер-министр, я не решаю, там вот президент, видите, у нас там один большой президент, вот это он решил. Вот, и здесь то же самое. Абсолютно такой же вариант, да, безусловно, это была показательная казнь, наказание такое публичное. Именно в день открытия саммита Путин устроил руками Вагнера и руками российских спецслужб переворот в Нигере, и чтобы показать, да, африканскому континенту, что вот те непокорные, которые будут с нами не согласны, покорным мы простим 20 миллиардов, покорным мы дадим по 20 тысяч тонн зерна, а непокорных мы будем свергать. Про вагнеровцев и судьбу самого Пригожина. Хочу вас спросить, где он, что он после Питера, что с ним происходит, то есть его простили официально или не простили, будут ли его догонять, значит, проснется он где-то в палатке или не проснется. И история с вагнеровцами, которые все ближе и ближе подходят к территории Польши. Польша уже отреагировала, мол, Лукашенко там что-то говорит про Жешуф, ну пусть заходят, мы отреагируем молниеносно. Для чего это заигрывание вагнеров с Польши-НАТО? Если это провокация, то для чего, с какой целью она может быть устроена? Ну, во-первых, с Пригожиным пока до конца все-таки ничего не ясно. Потому что все подтверждения, которые мы получаем о том, что Пригожин живет здоров и вроде продолжается заниматься своими делами, это все подтверждения косвенные. Потому что даже во время этого саммита Россия-Африка опубликованы были две фотографии. Фотографии, которые не датированы никак и которые могут быть датированы год назад, два года назад, три года назад и так далее. Хотя там вот на одной фотографии с руководителем протокола Центральной Африканской Республики президента, у него там ленточка, значит, вот из этого форума торчит из-под пиджака. Но точно такая же ленточка была, кстати, на форуме в Сочи в 2019 году. И никто нам не может подтверждить, что эта фотография не была сделана в 2019 году. Да, это странно, потому что Пригожин вроде бы... Вот очень простая вещь. Выйди на камеру, сделаем маленький видосик на две минуты, где мы все убедимся, что ты живой-здоровый. Реально там вот в Питере, в Москве, где угодно. Но живой-здоровый на видео. Ни одного такого видео за пять недель после переворота Пригожин не выложил. Выкладываются либо старые фотографии, либо видео, которое записано в странной манере, там вот под покровом ночи, темноты. Его голос, не его голос, Пригожин, не Пригожин. Потому что вы же понимаете, если ночью собрать каких-то людей и человеку повесить магнитофон, то вот будет тот же самый эффект. Вот этот магнитофон будет говорить голосом Пригожина. Вот. Дальше появились аудио, два аудиосообщения по поводу актуальных вещей. Вот переворот в Нигере и якобы выведение Вагнера из Африки, на которые Пригожин там отреагировал. Но опять же, это было аудио. Да, вот условно говоря, я вот, если быть, так сказать, ироничным, вот сидит, допустим, он в СИЗО Лефортова, да, и все, ему в камеру приносят магнитофон, он записывает это дело, и потом это выдается. Вот аудиосообщение, оно же мне не говорит, что у Пригожина в этот момент не надеты наручники, что он не избит весь до синяков, и что он не сидит в камере в Лефортово. Да, вот ты выйди перед камерой на Красную площадь, ты выйди там, я не знаю, к Исаакиевскому собору в Питере, ты выйди где угодно, и вот на камеру нам скажи что-нибудь, пока никакого этого дела не произошло. И поэтому, вот, кстати, я и говорил, там, через три недели после этого дела, что я не исключаю, что вообще он сидит, и я не исключаю даже, что он уже мертв, потому что в современных условиях сделать его голосом аудио с помощью дипфейк – это детский лепет. Мальчики, девочки, 13-летние делают это со своими приятелями, просто программка маленькая, а там, если вы заплатите за хорошую программу, то вам и видео она сделает, никаких проблем нет. То есть пока никакого подтверждения стопроцентного, что Пригожин жив-здоров, нет. Но от имени Пригожина выкладываются все эти вещи, но они выкладываются телеграм-каналами, которые близки к Пригожину. То есть это его работа. И, кстати, история с фотографиями, двумя фотографиями с африканскими лидерами, ну, не лидерами, там, деятелями какими-то, на полях саммита «Россия-Африка», это вещь неприятная Путину. Да, потому что Путин устраивает саммит, надувает щеки, говорит, что вот к нему там приехали и так далее. А тут вдруг Пригожин, которого продолжают, кстати, третировать национальные каналы, то есть тогда, когда о нем идет какая-то официальная информация, она о нем идет в негативе скорее, да. И вот когда Пескова спрашивает, он говорит, «Да мы не знаем никакого Пригожина, и вообще Пригожин уже все, отыгранная карта». Вот, а тут вдруг этот Пригожин, отыгранная карта, на полях саммита, важного для Путина, потому что он показывает, что он не в изоляции, значит, возникает Пригожин, и это мучит Путину, на самом деле, игру, пиар-игру внутри России и за границ. Но одновременно это доказывает, наверное, может и то, если это настоящий Пригожин, это реально, Пригожин это все реально делает, это доказывает то, что Пригожин умный человек, в том смысле, что он все вещи африканские зациклил на самого себя. То есть, грубо говоря, его нельзя ни убить, ни убрать, потому что иначе обрушится все то, что он контролирует в Африке. А Путин приживистый человек, ему потерять 15 миллиардов или 20 миллиардов за подло, и по этому поводу он вынужден, значит, вот с этим Пригожиным разговаривать, точно так же, как по словам Пескова, он вынужден был принять, значит, путь чисто в Кремле, чем доказал, что путь в Пригожинске на самом деле состоялся и достиг своей заявленной цели, потому что они говорили, мы идем в Москву с маршем справедливости, чтобы встретиться с Путиным и поговорить с Путиным, и добиться от него решения наших проблем. Они встретились с Путиным и добились решения своего проблем. Во время этого Пригожинского мятежа озвучено было, что та часть, которая не захочет подписывать контракты, они, никто не хотят подписывать контракты с Министерством обороны, потому что волк не может сесть на поводок, как собака. Вот, если волк, это волк. А вагнерцы – это волки, дикие. И поэтому им предоставили такую возможность, с Лукашенко и разувалили, что, значит, кто не хочет, уезжайте в Беларусь. И вот мы видим, что в Беларуси, оказывается, какое-то там войско. Но, правда, их всех разрушили. Значит, они туда приехали без оружия, они туда приехали без тяжелой техники. Их обложили белорусским ОМОНом и КГБ белорусским. И, значит, дальше проблема заключается для Пригожина в том, что ему больше не платят из бюджета миллиарды на содержание всей этой водянии. А у Лукашенко тоже денег нет. А Пригожину из своих как бы тоже обидно платить, потому что они же все вложены куда-то. А наличка есть в Африке, но далеко везти и так далее. И дальше возникает вопрос. Дай-ка мы тогда замутим что-нибудь. И вот под этот замут мы, может быть, от Путина получим все-таки какие-то бюджетные деньги на содержание всего этого сброда. Потому что нужно понимать, что если вы собираете в каких-то казармах 2 тысячи, 3 тысячи, 5 тысяч человек, и у них нет никакого занятия конкретного, то они у вас там перепьются и взбунтуются через неделю, через две недели. Это закон любой армии. Поэтому их надо занимать чем-нибудь. И вот, значит, Путин с Лукашенко, Пригожина с Лукашенко придумали для Путина. Вот дай мы пустим Вагнеров на Польшу или на Прибалшку. Путину, скорее всего, это дело понравилось, потому что это как бы чужими руками пугалка для НАТО и для Западной Европы. Что он всегда может сказать, это вот Лукашенко там с Пригожиным за моей спиной, чего-то там решают. Вот, потому что я к Вагнеру уже не имею никакого отношения. Да, я говорил, что это вот, я их финансировал уже 10 лет, но вот сейчас же они уже в Беларуси, они уже не у меня. Ему, конечно, напомнят, что Беларусь и Россия – это союзное государство, и что если они там что-то делают, то получается, что ты ничего у себя не контролируешь. Но это уже, так сказать, пустое место, потому что Путин действительно ничего у себя уже давно не контролирует. Вот, и для того, чтобы хоть как-то, так сказать, показать, что чего-то у него еще осталось, вот арестовали Гиркина, арестовали там еще каких-то политологов, то есть они пошли теперь пожирать сами себя, потому что Путину надо было показать, что никакая критика даже из тех людей, которые считаются соратниками Путина, людьми, которые поддерживают его войну, поддерживают его авантюры геополитические, даже из их рядов не может исходить никакая критика, потому что Путин обжегся с Пригожиным на молоке, теперь дует на воду Гиркина и прочих всяких зет-патриотов, которые вокруг него. Но вагнера могут устроить какой-то шутер. Это неприятная штука, потому что никому на Западе не охота влезать в Третью мировую войну, и когда какие-то люди... Это, кстати, использовал Лукашенко вот тогда, когда он направлял иммигрантов со своей территории в Польшу и в Литву. Но Польша и Литва построили теперь заборы большие, иммигрантам теперь перелезть через них довольно сложно, но тем не менее, кстати, там есть какие-то обходные пути, там есть какие-то полулегальные пути, и этот поток не то, что совсем обрубился, он ослаб немножко, но, в общем, продолжается. И если в этот поток подмешать вагнеров, которые окажутся на другой территории, а там им дать немножко оружия, или они могут разоружить какую-нибудь воинскую часть или каких-то полицейских, которые не всегда готовы к встрече вот с такими отморозками, то они могут устроить какую-то провокацию. Я не верю ни в какой Пригоржинский марш ни на Варшаву, ни на Вильнюс, потому что если они вот такой же колонной двинутся туда-то, то там стоит НАТО. Там, во-первых, стоит польская армия и литовская армия, там стоят контингенты вооруженные стран НАТО, и там есть натовское оружие, то есть с ними никто не будет вступать даже в соприкосновение человеческое, то есть их просто разбомбят всех, чертовы бабушки, потому что там-то оружие есть вот то, которое не дают Украине, потому что там есть все ракеты, которые не дают Украине, и там никому вступать в прямой контакт физический с этими вагнерами не нужно. Но это такая вот пугалка есть, точно так же, как Путин, как выясняется, зачем Путин сказал, что Беларусь перенес тактическое ядерное оружие, чтобы теперь торговаться, потому что он говорит, я могу его забрать обратно, если вы сделаете то-то и то. И, в общем, с вагнерами, судя по всему, такая же история. Он может всегда сказать, что вот если вы там пойдете на какие-то мои условия, то я могу их обратно взять в Россию, пересадить и посадить в тюрьму всех, или там успокоиться каким-то образом. Вот хотя я сомневаюсь, что Путин сможет что-нибудь сделать с вагнером на территории России, Пригожин, кстати, ему постоянно угрожает. Вот если вы посмотрите последнюю публикацию в Пригожинском канале, когда они сказали, что мы сейчас временно прекращаем набор. Почему они прекращают набор? Денег нет. Денег нет. Вот почему они прекратили набор. Потому что платить же деньги надо, а денег нет. Но он говорит, что нас вообще-то вот там 10 тысяч в Беларуси, потенциально еще где-то 70 тысяч по квартирам разошлись. То есть Пригожин продолжает угрожать прежде всего Путину. Путин, если думаешь, что мы закончили, то ты глубоко ошибаешься. То есть на самом деле это очень интересная игра внутриполитическая в России, потому что Пригожин наверняка еще устроит переворот, потому что его не наказали за первый. А в этой истории все очень просто. Когда какая-то часть устраивает мятеж, в любой стране, в любой армии, ее должны в штрафбат всех, кто участвовал в этом деле, часть расформировается, знамя ее уничтожается, и упоминание о ней в официальных документах уничтожается, офицеры сажаются в тюрьму, зачинщики и командиры расстреливаются или вешаются. Вот так подавляется любой мятеж в любой армии. Если Путин этого не сделал, а Путин этого не сделал, то значит Пригожин показал всем людям вооруженным в Российской Федерации, что они могут повторить в любой момент это же дело. И поскольку Путин никого не наказал, немедленно возник генерал Попов, немедленно возник генерал Селиверсов, немедленно возникли еще какие-то люди, там Кадыров, не Кадыров, и это все еще будет повторяться. Скорее всего. Про Стрелкова вы вспомнили? Я хочу тоже несколько слов сказать. Бывший офицер ФСБ, так называемый министр обороны, самопровозглашенный ДНР, был арестован 21 июля по обвинению в призывах к экстремизму. Значит, в 2022 году суд признал в Нидерландах его виновным в гибели пассажиров экипажа малазийского Боинга, сбитого в Донецкой области. Стрелков был там приговорен заочно к пожизненному заключению. А в России же многие связывают его арест с критикой власти и лично Путина. Но вот эти интересные нюансы, например, 25 июля Навальный назвал арест Стрелкова незаконным, а его политическим заключенным. В тот же день Ходорковский заявил, что Стрелкова преследуют по политическим мотивам. Преследуют-то понятно, и закрыли не за то, что он с Боинг сбил, но в целом, как вы видите, вот эти заявления Навального и Ходорковского, в принципе, может ли быть военный преступник, коим является Гиркин, политическим заключенным? В принципе, может. В принципе, может в каком смысле? Что такое политический заключенный? Политический заключенный – вы не говорите, что вы согласны с тем, что этот человек говорит. Вы рассматриваете условия его задержания, мотивы его задержания и условия его содержания под старой. И вот этим занимаются все гуманитарные организации, то есть все правозащитные организации. Они не говорят, что мы защищаем только хороших людей, которые, так сказать, выступают по каким-то хорошим мотивам. Мы защищаем любого человека, который преследуется незаконно. Все. И если вы возьмете Гитлера и посадите его незаконно в тюрьму за то, что он украл два помидора у какой-нибудь бабушки, то есть, грубо говоря, вы фабрикуете уголовное дело против Гитлера, и вместо того, чтобы его посадить за то, что он идеологический убийца и организатор войны мировой, а за то, что он своровал два помидора у бабушки, вот тогда это будет незаконный арест. И любая гуманитарная организация, которая защищает права человека, любого человека, она не говорит, что она защищает права оппозиции. Они не говорят, что они защищают права хороших людей. Они защищают права человека, любого человека. И в этом смысле, кстати, тем же самым занимается прокуратура любой страны, которая надзирает за тем, как ведется уголовное преследование любого человека. И вот даже какой-то там жуткий совершенно преступник, серийный убийца, если его в Соединенных Штатах Америки, во Франции еще где-то арестуют, не правомочно, не с соблюдением формальной процедуры ареста и там всяких юридических заковык, то его выпустят. Вот вы будете смеяться, его выпустят из тюрьмы. И вот вы с нарушением, но если его посадили, вот вы привели пример Гитлера, который украл помидоры, а если Гитлер действительно украл помидоры, и его за это посадили, хотя при этом он убил миллионы людей. Есть пример, ну такой классический Алькапоне, которого посадили за неуплату налогов, а вовсе не за то, что он убивал людей, терроризировал американское население. Да. Ну здесь, потому что Гиркина, в общем, посадили за то, что он высказывал какое-то мнение. Да. В любом западном обществе, в любом цивилизованном обществе, то, что вы высказываете какое-то ваше мнение, пусть оно очень критично к властям, за него нельзя сажать. За него нельзя преследовать человека. Человека преследуют за действия. Вот если он начинается, грубо говоря, даже когда он там оскорбляет кого-то, вот в Соединенных Штатах Америки есть первая поправка Конституции. Первая поправка Конституции, которая гарантирует вам полную свободу слова. Слова. Вы можете выйти в Соединенных Штатах Америки, надеть эсэсовскую форму, обвешаться портретами Гитлера и говорить по любому каналу все, что вы хотите. Говорить, что Гитлер хороший человек, замечательный, великий руководитель, он правильно уничтожал евреев, и имеют право посадить в тюрьму. Допустим, в Украине запрещена трансляция нацистских, не нацистских, и символики того времени, этой идеологии. У нас это преследуется по закону. Это и в Украине, и будете даже смеяться, даже в Российской Федерации это запрещено. Поэтому вот какого-то этого мальчика тут придумали ФСБ, который якобы хотел там убить Собчак и Симоняншу, значит, какой-то там неонацист, который по заданию, конечно, украинских неонацистов раздал, естественно, какую-то ячейку и так далее. Это да. И в Европе действительно, в Европе, например, запрещено отрицание Холокоста, запрещено отрицание того, что нацисты систематически уничтожали евреев во время Второй мировой войны. За это, если вы это скажете публично по телевидению, вас посадят в тюрьму во Франции. Дайте нам, приговорят к какому-то сроку. В Соединенных Штатах Америки вы можете все это говорить абсолютно свободно. Абсолютно свободно. Поэтому, кстати, вы можете увидеть фотографии людей, которые ходят в нацистской форме, с гитлеровскими флагами, зигуют, слушают Вагнера, слушают Гитлера и так далее. То есть в Соединенных Штатах Америки, они, кстати, в этом смысле пошли дальше всех. У них абсолютная свобода слова. Вот пока вы ничего-то не делаете, а просто чего-то говорите у себя внутри. И даже публично вы можете даже организовать марш, марш свой фашистский по улицам какого-то города. И вам мэр города обязан обеспечить безопасность, обеспечить свободное прохождение вашим нацистским маршем по улицам своего города. Ну вот так устроены Соединенные Штаты Америки. У нас в Европе по-другому, конечно. Но вот у нас в Европе, опять же, Гиркина ведь посадили за что? За экстремизм. То есть ему шьют статью про экстремизм. А он говорит, а какой я экстремист? Я говорю, я критикую российскую армию за то, что она плохо воюет с украинцами. Я поддерживаю Путина, за что вы меня сажаете. Но он немножко расслабился, он не понял, что момент-то прошел, что он все равно критикует Путина. И на самом деле Гиркин произнес последний его пост. Это был прямой наезд на Путина, раз. Это был политический наезд на Путина, два. То есть он не перестал критиковать отдельные недостатки. Вот помните, в Советском Союзе у нас была такая фраза. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет. И вот в Советском Союзе можно было критиковать что-то, что у нас кое-где порой где-то недорабатывается. Но вы не могли сказать, что генеральный секретарь Брежнев полный идиот, что коммунистическая партия Советского Союза преступная, и что Советский Союз – это вообще жуткая совершенно диктатура, которая зажимает всех людей. Но где-то кое-где у нас порой. И вот пока Гиркин критиковал где-то кого-то кое-где у нас порой, ему это прощалось. А тут он сказал, что Путин – плохой руководитель. Он нами 23 года в России правил полный ноль. И этого шести лет новых правления этого нуля Россия не выдержит, сказал Гиркин, как политический деятель. И дальше вишенка на торте, он сказал, а еще у него любовница Кабаева дура. Вот, ну все, после такой штуки Путин его не посадить не мог. Гиркин сделал все, вот это заявление было такое. Я, Владимир Владимирович, вот я тебя уже критикую, а ты меня не сажаешь и не сажаешь. Ну когда тебе уже нужно что-нибудь сказать, чтобы ты меня посадил? Ну вот я тебе говорю, что ты, я тебя называю земляным червяком, и вообще ты ноль абсолютный и так далее. И Гиркин добился того, что его посадили, потому что он хотел, чтобы его посадили. Возможно, кстати, я не исключаю такой вариант, вот запустили версию, сказали, а может быть из Гиркина делают героя следующего. Потому что все понимают, что Путин – отыгранная карта. Все понимают, что идет какой-то транзит, все идет к транзиту власти. И вот для транзита власти нужен какой-то человек более экстремальный, чем Путин. Но чтобы у него состоялась такая народная аура, ему нужно вот как Пригожин. Пригожин ведь заработал 10 месяцев, он матом крыл Шойгу и Герасимова, а потом даже Путина. И Пригожин стал на самом деле политической фигурой, но медийной фигурой и таким Робин Гудом, которого народу приятно было слушать, потому что он говорил то, что они говорить не могут. И вот Гиркин, наверное, обижался на Пригожина, потому что его не воспринимали таким людям. За ним не было армии, он не матерится. И может быть возникла история, что его посадили, чтобы сделать из него мартира, вот как Алексея Навального. И когда состоится транзит власти, вот тогда Гиркина выпустят из тюрьмы, и он героем въедет в Кремль или на Лубянку, или еще что-то. Кстати, такая история с Гитлером произошла. Когда Гитлера посадили в тюрьму, за пивной путь в Мюнхене, он, значит, там полтора года, съел или два года в тюрьме, кстати, в отличных условиях, написал свой Майнкант, и когда он оттуда вышел, он вышел оттуда фюрером. Вот он зашел туда Гитлером, а вышел оттуда фюрером. И вот я не исключаю вариант, что вот из Гиркина, может быть, даже пытаются сделать вот такого фюрера. И то, что Навальный и Ходоковский, как вы говорите, поддержали его незаконный арест, это, возможно, политический расчет, потому что если будет транзит власти, они понимают, что любой человек, который придет к власти, ему надо не только со своими людьми, которые тебя поддерживают, находить общий язык. Потому что это понятно, здесь ничего, за это бороться не надо, люди тебя и так поддерживают. А нужно находить общий язык с теми, кто тебя не поддерживает, потому что руководитель должен руководить всей страной. И, возможно, Навальный политически показывает, что он не так уж и критически настроен к Гиркину. Потому что, вот вспомните, в наших даже разговорах я вам всегда говорил, что то, что говорят Пригожин и Гиркин, в смысле констатации проблем армии и Российской Федерации, я под этим, вот лично я подписываюсь на 120%. Они абсолютно правильно критикуют это дело. Они выводы потом неправильные делают из этого. И вот с этих выводами я не согласен. Но с тем, что они критикуют, я согласен. Вполне возможно, что вот Навальный в этом смысле себе выстраивает будущую политическую линию, что он показывает, что вот видите, я, ну скажем так, с пониманием отношусь к даже моим политическим противникам, потому что я считаю, что даже в отношении моих политических противников нельзя нарушать закон. Ну и в заключение вот эта сакраментальная фраза, я не помню, кто ее сказал, какой-то великий человек, что я с вами не согласен, но если вам не дадут возможность высказать вашу точку зрения, с которой я не согласен, то я отдам свою жизнь для того, чтобы вам обеспечить свободу выражения вашей точки зрения. Я не помню, кто это сказал, но это там то ли Черчилль, то ли еще кто-то, в общем, великий какой человек. Я так думаю, что вот Навальный и Кадаковский вот в этом смысле высказали поддержку Гиркина как незаконно осужденного или незаконно арестованного человека. Но не кажется ли вам, ну нет ли тут какого-то диссонанса? Ну как можно даже косвенно поддерживать человека, который виновен в убии, в смерти сотен гражданских лиц? Я, например, про малазийский Боинг, к примеру, я уже не говорю про его преступления на востоке Украины, и Славянск, и его поход в Донецк. По сути, он был одним из катаризаторов войны, начала на Донбассе. Как можно, не странно ли тут Навальный, который декларирует уже, значит, территориальную целостность Украины, Россия агрессор, вывести все войска, и, ну знаете, может, не так уж и справедливо по отношению к Гиркину повела себя российская машина. Это старинная история, это старинная история двойных стандартов. Значит, это проблема восприятия политического или юридического, особенно юридического, и восприятия народного, то есть, грубо говоря, толпы. Народ всегда выступает за смертную казнь. Всегда выступает за смертную казнь. Вот какое-нибудь ужасное преступление, там, не дай бог, еще с детьми, и все, тут же немедленно демонстрация, распять, повесить, казнить, расстрелять и так далее. Ни один юрист, ни один адвокат вам никогда этого не скажет. И ни один политический деятель, который хочет стать министром юстиции в какой-нибудь стране, никогда вам это не скажет. Он скажет, что призыв к невиновности, пока человек не осужден судом, он не является преступником и так далее. И вот есть здесь диссонанс между дискурсом юридическим и дискурсом общественным. Гиркин сейчас осужден, Сергей Сергеевич. Да. С Гиркиным, конечно, здесь проще, потому что он как раз осужден судом, поэтому, кстати, мы его называем преступником военным, потому что это уже признано. Переговор вступил в законную силу, и он осужден, кстати, нормальным западным судом, и там сомнения в этом нет. Вот. Дальше это, я считаю, что с точки зрения Навального это политическая ошибка. Это политическая ошибка, потому что он мог как адвокат, он мог сказать так, как адвокат, я работаю адвокатом Навальный, да, и как человек адвокат, ведь я вот вынужден в суде защищать преступников. Да, вот, есть люди невиновные, которые защищают, но две трети людей, которых защищают адвокаты, они преступники. И тем не менее, у этих людей есть адвокат, который говорит, что надо простить их, надо им там снизить срок, там, и произносит. Адвокат делает все от него зависящее, чтобы, если не оправдать преступника, то, по крайней мере, снизить ему наказание какое-то. И вот это, кстати, вещь, профессия адвоката, профессия, которую никто не понимает в обществе. Они говорят, ну как вы можете выходить и защищать там гнусного совершенно, там, убийцу серийного, который там изнасиловал там 10, 25, 35 детей, разрезал их на куски и так далее. Адвокаты всегда ему говорят, а у нас работа такая, это работа такая. Это вот как у осенизатора. Осенизатор занимается тем, что идет и выгребает у вас дерьмо из выгребной ямы. Да, вот у него работа такая. Но Навальный мог сказать, вот как адвокат я скажу это, а вот как политик я должен сказать, что Гиркин военный преступник, и он находится там, где он находится вполне законно. Вот я считаю, что это, конечно, была ошибка, политическая ошибка Навального. Но с точки зрения адвоката он сказал все правильно. Есть мнение, что слухи и разговоры о болезнях Путина Кремлю только на руку. Мол, дедушка болеет, да не надо ничего делать, просто давайте подождем, и, значит, он сам в какой-то момент там не проснется, потому что у него там вот такой букет. Как вы думаете, что по этому поводу? Это старая история, которая реально работала с Брежнева. Брежнев реально последние пять лет, когда он был мумией, да, он последние пять лет своей жизни, значит, с 77-го по 82-й год распускал всегда свои слухи, как только ему там говорили, что что-то там, недовольство какое-то в элитах, не в народе, а в элитах, да, вот в Кремле, в ЦК, в политбюро, в секретариате ЦК, в каких-то еще элитах управленческих, государственных, Советского Союза, он тут же разложился с ЭКБ, с приступом каким-то, все говорили, Брежнев при смерти, и все заговорщики немедленно замирали, говорили, ну зачем нам устраивать какой-то там пуч, если он сам окочурится. Потом он, значит, через некоторое время выходил, но выходил из такой больной, значит, принимал, там говорил, не больше часа в день принимаю, потому что я весь болен, и так он их немытем окатанем еще пять лет, до 82-го, и умер таки сам, сам от смерти, от старости, а не от переворота. Это старая история, она работает, реально работает. И я так думаю, что для Путина такая вещь, наверное, работает тоже. Хотя, с другой стороны, вот когда он выходит на публику, он всегда показывает, что он как огурчик, у него все хорошо, значит, вот может он по лестнице Кремлевского дворца сбежать таким козликом, значит, к солдатам, потом, значит, он может на танк забраться. Но вот единственное, видите, сейчас он уже не катается на коньках, не катается на лыжах, в прорубь уже не ныряет, свой голый торс нам не показывает, то есть у него проблемы, конечно, есть здоровье. 70 лет, это 70 лет. Ну, я с вами согласен, что да, конечно, разговоры о плохом здоровье Путина, это разговоры против возможности его свержения, потому что они успокаивают людей и ждут, когда он сам поплёт. Сергей Олегович, спасибо большое вам за интересный и содержательный разговор, благодарю вас. Пожалуйста. Уважаемые зрители, в комментариях, пожалуйста, пишите, где вы нас смотрите и не забудьте нажать кнопку лайк, кнопку нравится, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube канал Сергея Олеговича, пожалуйста, найдите его в YouTube, там уже много подписчиков и вас как раз там не хватает, если вы этого ещё не сделали и на мой YouTube канал тоже, пожалуйста, подпишитесь. Спасибо большое, дякую всем за увагу, бережить себе, ваших близких, всего до Украины, до побачения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok